Своих не бросаем решили неравнодушные новоуральцы и с момента начала специальной военной операции собирают и делают необходимое для наших бойцов. Совсем недавно к отправке подготовили очередную партию помощи. Гуманитарный груз к нашим ребятам уже едет. Большую часть посылки на фронт составляют маскировочные сети. Их мастерицы прилили даже во время процесса погрузки, чтобы отправить как можно больше. Во многом сплести несколько десятков сетей помогла новая установка. Теперь резать ткань легче и быстрее. И занимает установка меньше места. Прежняя же почти полностью состояла из металла и была громоздкой. Рядом со мной стоит предыдущий аппарат, который не так удобен для женских рук. Очень тяжелая труба, на которую мотали катушку с тканью. И не менее тяжелая часть устройства, которая зажимает саму ткань над лезвиями. В этот раз отправляют много сетей. Но это не все. К ним же в «Газель» загрузили газовые комплекты, продукты, строительные скобы, медикаменты, средства гигиены, бензопилы, которые передали офицеры Новоуральска и многое другое. Но больше всего места занимает трехколесный мотоцикл с люлькой. Урал в зоне специальной военной операции наши ребята ждали давно. Наш земляк Александр Бинек с просьбой обратился к брату Виктору. Сейчас неравнодушные жители города закончили ремонтные работы и усовершенствовали полученную модель. Нашли люди, которые захотели отдать мотоцикл Урал на фронт, на Донбасс. Говорят, у нас от дедушки остался мотоцикл Урал, дедушке 15 лет уже нет. Надо? Мы созвонились, Александр связали, спросили, вам надо. Он говорит, если вы его приведете в порядок, доведете до ума, то, конечно, нам очень нужен он здесь. Потому что, ну, реально, мы на нем пройдем туда, куда мы на автомобиле, ни на грузовом, ни на легковом не заедем. Мы изначально как бы хотели его переобуть, скажем так, ходить, кроссовую резину на него одеть, чтобы она по тем грунтам, которые там, ну, в Луганской области хорошо ходила. Сейчас мы все его заделали, довели до ума, переобули резину, покрасили его в защитный цвет. И вот к этой доставке мы успели. Протестировали, съездили на мотоцикл на Европу Азию. То есть мы реально сели четыре человека на Урал и доехали до Европы Азии. Скоро Урал в числе прочего груза нашим ребятам доставит группа из представителей Кировградского фонда «Быть рядом» и Союза ветеранов боевых действий на Уральска. Многое отправляется в бригаду, где служит Александр Бинек. Даже в отпуске мужчина помогает своим ребятам. Участвует в погрузке, занимается ремонтом еще одного авто. Мотоцикл «Быть рядом» – это хорошая помощь. Его очень ждут, его давно ждут. Просто тут немножко сорвалось, там по запчастям задержка была. Он как бы уже его там очень ждут, он нужен на выполнение задачи. То есть каждая техника в технике проблема, в легкой технике особенно проблема. А вот легкие мотоциклы как применять собираетесь? Все по задаче. Ну, рентрозаторчики будут ездить, связисты. Это можно еще как-то укрываться? Ну, одним можно и крыться, да. То есть в случае обстрела можно просто упасть за него хотя бы. Уже хоть что-то будет. Это лучше, чем ехать на машине, тебя посекет. Из машины ты на ходу не выпрямишь, не успеешь, а на мотоцикле есть шанс. И можно доехать непосредственно до точки, докуда нужно ехать. Потому что чаще всего у нас визиты идут до точек, по километру их добывают, что и по 7 километров в день ходят. Хотя можно доехать на мотоцикле незаметно по лесу. А приходится ходить по полям, по коротким дорогам, где опасно, где стреляют. Где беспилотники вычисляют, начинают просто до порта работать. Средства передвижения там нужны. И Александр, как водитель электрик, об этом знает, как никто другой. Свою службу он несет уже полгода. Туда ушел добровольцем. Кровь нас защищать. Такие еще могут быть варианты. А почему опыт боевых действий? Нет. Я даже в армию не служил. Срочка. И все же решили? Кровь нас защищать. Я говорил военкомате, что я не пойду в армию служить. Но там времена были такие веселые. Будет война, я приду первым. Я пришел. Ликвидация обрыва – дело опасное. Обстрелы не прекращаются. Один раз Александра спасла каска, задерживающая осколки. На память остались лишь две пробоины. Ну, обстрелы практически каждый день. Поэтому там куда ни пойди, везде опасно. Можно даже, уйдя в магазин, попасть под обстрелы и не вернуться. Это причем не только военных, касается также мирных жителей. В дома стреляют. Чаще всего прилетают в частный сектор, где мирные жители живут. Каждый день опасно получается. Об этом не думаешь. Лечит состав у нас коллектив. У нас золотой коллектив. У нас все ребята. За каждым уверенны. Столько больше, чем в себе даже. Знаю, что они подведут спину, что кровят. Ну, каждый день просто об этом не думаешь. Честно. Обычный бытовой день. Как-то я не знаю, как это сказать. Но, не знаю, ребята помогают, родственники помогают. Общение. Да все как брак дома. Вторая семья. Поэтому легко все переносится. Вторая семья. Так наш земляк отзывается о сослуживцах. Чувствую, ну, по крайней мере в нашем случае, мы большую часть гуманитарной помощи отправим ребятам на передок. То есть те, кто непосредственно на линии соприкосновения сидят. То есть себе что-то, ну, крайне редко мы что-то себе оставляем. Ну, масс-сети, да и то не всегда. То есть если прям прижмет, то мы оставляем себе. Или не прижимает, как мы отправляемся на передок. То есть, потому что у нас, ну, скажем, у нас условия полегче, чем у парней там. Но им как бы, им действительно нужно все. Они там и блиндажи строят, и каждый день там стройки у них, каждый день они копают, строят, строят, копают, воюют. При этом все это под обстрелом. У них нет возможности там выходить в магазин или позвонить там, кому что-то привезли. Блиндажи защищают солдат от огня, но возводить их порой приходится в опасных условиях. В устройстве блиндажей, ну, там нужно все. Весь стройматериал такой, весь стройинструмент. И бензопилы, и топоры, и ножовки, и скобы нужны, и гвозди нужны, и пленка нужна. Там все туда нужно. Безопасно тогда, когда сделано все по грамоте. То есть, как, там никто не ленится, делают три наката в блиндаж, пять накатов в блиндаж, окапываются максимально глубоко. Кому повезет, приедет автора копает, кому, ну, не повезет, вручную. Парни на передке вручную все копают. Минометчики у нас вручную все копают. И причем копают много все. По-моему, как-то, ну, мы подальем управление, нам в этом плане проще немного. То есть, у нас передок редко кого пускают, там единство ездят по моим задачам. Мы между первыми столами не лезем всегда. Оказаться вновь в городе, вдали от стрельбы, военных действий, словно попасть в другой мир. Тихо здесь просто очень. Поэтому только на этой большой желании. Вы тяжело и вы сложаетесь. Да, это не наоборот, это как-нибудь. Настораживает, да? Когда тихо, это плохо. То есть, теперь это уже тишина, это что-то? Когда тихо, это плохо, да. Что-то готовится. Что-то будет. Я хочу обратно приехать, да. Там я не могу ребят подвезти, не могу остаться здесь. Да, честное желание нет, я хочу туда. Там работы много.